Дорогие братья и сестры, доброе утро! В эти дни, когда весь мир и мы празднуем Пасху, я хочу поздравить вас словами Христа, словами ангела, который Христос воскрес из мертвых. Благословение вам, чтобы это воскресение Иисуса Христа это не было просто актом времени, а было частью нашей жизни. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, наше, что когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы говорим о действии Бога. Бога, который совершил это по своей воле, по своей силе, для которой нету никаких законов, нету никакой силы, которые могли бы его удержать. И потому, слава Господу, что Бог наш всемогущий. Второе, на что мы обращаем внимание, что Бог, воскрешая Иисуса Христа из мертвых, Он не просто Христа воскресил, а с воскресением Он что-то нам подарил. Мы имеем благодаря воскресению начало Божье в нас. И смотрите, как Петр говорит об этом в начале. Первое Петра, первая глава, третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа и из мертвых упованию живому. Вы знаете, я хотел бы обратить наше внимание на три акспекта нашей веры. Первое, что мы, когда говорим о воскресении, мы верим в действия Божия, мы верим в силу Божию, мы верим в то, что человеку невозможно, но Богу это возможно. И Бог воскресил Иисуса Христа своей силой, своим могуществом, потому что невозможно, чтобы смерть могла удержать его, когда Бог совершил свое божественное действие, воскресил Христа из мертвых. Второе, говоря о воскресении Иисуса Христа, мы верим, а что с нами произошло? Что с нами произошло? И я хочу еще раз обратить внимание, когда мы сейчас прочитали, что Бог, мы благословляем имя Господне, что Бог воскресил Христа из мертвых, и воскресением Христа из мертвых возродил нас от мертвого состояния к упованию живому. И это действие Божие. Это то действие, которое Бог совершает со всяким человеком, приходящим к Богу через Иисуса Христа, как Спасителя. И вот сегодня, когда мы пришли к Богу через Иисуса Христа, мы исповедуем действие Божие в нас, что Он возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвого состояния к упованию живому. Да благословит нас Господь в этой вере. Третье. Вы знаете, когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы говорим о некой силе Божией, которой Бог являет в человеке верующем. И эту силу Божию Бог дает потом по своему обетованию, по своей верности к нам. И когда мы обращаемся, третье, на что я хочу обратить внимание, когда мы обращаемся к посланиям к римлянам, 8 глава, 11 сих, то говорит такие слова, если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в нас, то тот Дух, который воскресил Христа из мертвых, оживит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас. Мы исповедуем, мы верим в действие Божие, что тот день, когда мы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, в этот момент Бог излил на каждого из нас Духа Своего Святого. И Писание говорит, что это не просто обетование, что Бог дал Духа, а Духом Своим, живущим в нас, оживляет наши смертные тела, потому что тот же самый Дух, который оживил Иисуса Христа, Он живет и в нас. И потому мы сегодня верим в эти божественные действия, что Бог действует через действие Божие, в нас происходит жизнь Его. В нас жизнь происходит через то, что Он нам возродил. В нас жизнь происходит через то, что Духом Святым живет в нас. И потому мы имеем, как Христос сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь в избытке. Потому что воскресение Христово – это свидетельство о Божьей жизни. Она воскресила Христа, и эта жизнь находится в детях Его. Следующее, на что я хочу обратить внимание. Вы знаете, когда мы говорим об обетовании Божьей, они неизменны. Но нет такой силы, чтобы могли поколебать обетование Божьей. Но обетование Божьей не могут действовать во мне, вас, в ком-то из апостолов, а я буду читать сейчас свидетельство апостола Павла, не могут действовать, если мы обращаем внимание на козни дьявольские, на все, что вокруг нас, на то, что происходит. И не видим руки Божьей, могущественной руки, которая сильно действует в нас. Не будет, а она уже действует. И смотрите, мы читаем второе послание Коринфянам, 12 глава. И в 12 главе я читаю с 8 по 10 сих. В 7 стихе он говорит, что ангел сатаны удручает Павла, и через это действие ангела сатаны имеет жалоб в плоти. И вот смотрите, он дальше из 8 стиха говорит, «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Бог сказал мне, довольна ли тебя благодать и моей, ибо сила моя совершается в немощи. Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». На что я хотел бы обратить внимание? Прежде всего, на Божий ответ Павлу, что «сила моя совершается в немощи». Вы знаете, Павел страдал, и он чувствует эту немощь. И, наверное, когда мы сегодня говорим о себе, мы все чувствуем нашу немощь. Через те все действия, через все, что окружает нас, мы имеем это ощущение, что «Господи, помоги мне, Господи, дай мне силы». И мы не видим Божью верность, которую Бог явил в воскресенье. А все, что мы видим, оно смущает нас. И апостола Павла тоже смутила. Смутила вот и козни дьявольские, смутила то, что он видел свою немощь. Но, вы знаете, Бог верит. Если вы откроете второе послание Тимофею, вторая глава, 13 стих, то увидите Божье свидетельство. Мы увидите Божье свидетельство, что мы бываем неверны, но он пребывает верен, ибо себя отреться не может. Вы знаете, в любых обстоятельствах, Бог вчера, сегодня и вовеки, он тот же. В любых обстоятельствах Бог не изменен, он не может сам себе опровергнуть. Опровергнуть, если он сказал, что он контролирует, если он сказал, что без воли его ничего не случается, если он сказал, что все, что происходит в мире с ним, происходит по изволении его руки, его воли, то пусть Бог благословит нас сегодня, что мы увидели верность Божию к нам. Он остается верен. И еще на что хочу обратить внимание, что когда апостол Павел говорит сегодня о своей немощи, то прежде он говорит о нашем ощущении, о нашем ощущении, которое мы сегодня чувствуем, как мы себя чувствуем. Но апостол говорит, что было время, когда я сейчас чувствовал очень скверно. Дальше, когда Бог ему открыл истину, говорит, теперь я благодушествую. Когда апостол говорит, что я благодушный, я доволен. Чем доволен? Тем, что меня постигло? Нет, не об этом Павел говорит. Я доволен тем, как Господь относится ко мне. Я доволен той благодати, у которой я вкусил, какой благ Господь. Я доволен том, что все, что я вижу, оно в контроле Божьем. И я сегодня в руках его. Я доволен. И потом Павел говорит, братья, с великой радостью, братья, принимайте, когда вы упадаете в различные искушения, зная, что вот эту ситуацию, которую Бог допустил мне и вам проходить, она производит что-то в нас. Она производит в нас терпение, упование на Господа. И последнее, что я хочу прийти в внимание, что мы сегодня, апостол говорит, потому я буду хвалиться немощами своими, чтобы обитала во мне сила Божья. Дорогие братья и сестры, сегодня, когда необычное время, необычное, но есть и вещи, которые не связаны с временем, они связаны с верностью Бога к нам. На что мы смотрим? И пусть Бог благословит меня и вас, чтобы мы сегодня могли сами сказать, как Павел сказал, да, я немощен, но Бог силен во мне совершать свое действие. Бог силен и эту силу и мы исповедуем, что Он нас возродил воскресением Иисуса Христа, и из мертвых к упованию живому. Это Божье действие. Бог силен в том, что Бог, давая Духа Своего, этот Дух оживляет нас, Он дает нам силу. Бог силен сегодня, сегодня дать нам вот это радостное состояние, блаженство, благословения, братья и сестры, чтобы мы могли, проходя, действительно, долиной тени смертной, открывать источники, источники жизни, которые в Боге нашем. Будьте благословенны. И давайте мы вместе помолимся. Бог наш, я благодарен тебе за то, что неизменность твоих отношений к нам, она да и аминь. Благослови сегодня меня, благослови народ твой в этом новом дне, чтобы мы могли, Господь, не только видеть то, что происходит, но видеть твою верность, видеть твои отношения, что мы, подобно Павлу, имели то благодушие, довольствие. Довольствие не от того, что мы проходим через эти ситуации, а довольствие от того, что мы находимся в руках твоих. Довольствие от того, что ты нас ведешь, и ты нас научишь. Слава тебе за это, что ты неизменен в этом. Мы поклоняемся тебе, и благодарим тебе за это наш Бог. Аминь. Дорогие братья и сестры, будьте благословены. Да благослови вас Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!